В психоневрологическом диспансере Ноябрьска появилась новая услуга. Теперь в стенах учреждения можно оставить своего пожилого родственника на время отпуска или командировки. Подробности узнаем у заведующей психиатрическим отделением Ивлевой Ларисы Васильевны. Лариса Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про вот эту новую услугу, какие есть условия и может быть ограничения. Услуга называется «Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала». Услуга была введена, учитывая потребности населения города Ноябрьска, потому что интересовались, можно ли действительно оставить пожилого человека, который отягощен уже многими болячками, страдает нарушением памяти и как минимум нуждается в наблюдении и в уходовых мероприятиях. На период отпуска, как правило. Разработали, ввели. Стоимость данной услуги составляет 1703 рубля в сутки. Сюда входит питание без расходных материалов. Ну и, естественно, уход и наблюдение. 1703 рубля – это вот сутки, это и кормить будут? И кормить, и поить, и мыть, и постель перестилать, переодевать, помогать в передвижении пациенту, насколько он ограничен или не ограничен в двигательной активности. То есть уходовые мероприятия 100%. Предусмотрены какие-то прогулки у вас? Если человек способен самостоятельно передвигаться в большей или меньшей степени или имеет коляски, то есть для пациентов предусмотрены трехразовые прогулки. Три раза в неделю? В день. В день. В день. Какие все-таки условия и есть ли ограничения? К примеру, если человек нуждается в медикаментозном лечении, это может стать отказом? Если человек получает какую-то базовую терапию, пожилые люди, как правило, это пожилые люди, уже имеют множество болезней, ну и, как правило, получают лечение. Если компенсированы общие заболевания, ну чаще всего мы сталкиваемся с гипертонией, с сахарным диабетом, то мы оказываем такую услугу, лечение получает так, как вот расписал лечащий терапевт. Если человек недавно перенес, то есть ранний восстановительный период после острого инфаркта миокарда, после острого нарушения мозгового кровообращения, либо декомпенсация у человека наступает хронического заболевания, либо это терминальная какая-то стадия уже тяжелого соматического заболевания, то по тяжести вот именно соматического состояния мы отказываем в такой услуге. То есть если необходимо более такое тщательное медицинское наблюдение, расширенное какое-то, то это уже может стать ограничением? Да. Какие еще условия? Ну, отделение у нас делится на два крыла, мужское и женское. Соответственно, подобные пациенты, они размещаются по, скажем так, по половому признаку в мужском и женском крыле. Палаты четырехместные, приспособлено помещение для инвалидов, то есть оборудовано пандусами, перилами вдоль стен, и в том числе средства поддержки в санитарных комнатах. Тревожными кнопками и система видеонаблюдения ведется. Одновременно сколько пациентов? Ну, одновременно мы можем принять четырех женщин и четырех мужчин. То есть до восьми пациентов. Как правило, вот ваши такие клиенты – это кто? Какой возраст, там, социальный статус? Как правило, это весьма возрастные уже клиенты в возрасте за 70, имеющие родственников, то есть хорошо, скажем так, за ними ухаживают дома, но по своему состоянию они не могут, допустим, отправиться с семьей в отпуск. Так, ну, дорога, перелеты, все это предоставляет сложности. Как правило, это пациенты, уже имеющие нарушение памяти. В дороге, скажем так, они могут растеряться, начинают суетиться, очень плохо адаптируются к смене места. Ну, вот приходится родственникам к нам обращаться. Жители Ноябрьска уже знают об этой услуге и популярна ли она? Жители Ноябрьска знают, но я считаю, что недостаточно. Люди прибегают, скажем так, к поиску через сиделок, через объявления. Ну, у нас проводили мониторинг сиделка в Ноябрьске, частная стоимость сиделки от 200 рублей в час. Если семья предполагает какой-то выезд в отпуск, ну, это, как правило, 3-4 недели, ну, услуга может стать золотой, то есть у нас стоимость услуги на порядок дешевле. То есть это получается намного ощутимее, да? Либо сиделка будет приходить там на 2 часа просто какое-то время, либо круглосуточный. У нас круглосуточный уход и наблюдение. А, как правило, вот такие пациенты, вы говорите, которые, да, уже проблемы с памятью, их, наверное, одних нельзя оставлять. Их ни в коем случае нельзя одних оставлять. Какие основные заболевания? Вот именно возрастные уже такие, вот когда память отсутствует? Какие? Возрастные нарушения памяти, сосудистые нарушения, ну, следствие сосудистых заболеваний. В основном, конечно, мы имеем дело с нарушением памяти. Ну, когда действительно такого человека, даже, наверное, на пару часов опасно родственника такого оставить дома. Мало ли? Ну, вот они оставляют, нанимают сиделок, а проблемы начинаются, когда действительно требуется выезд из города. На какой срок вас можно оставить родственника? Все решается в индивидуальном порядке. Как правило, люди, которые к нам обращаются, они не стремятся оставить как можно дольше. Они, наоборот, стремятся как можно быстрее забрать, порешать свои дела. Приезжают в город и прямо в этот же день прибегают, забирают своих бабушек, дедушек. То есть это такая вынужденная, получается, у них необходимость. Проходили ли специалисты вашего учреждения какое-то специальное обучение, чтобы вот открыть это отделение и работать с такими пациентами? Весь младший медперсонал прошел обучение по специальности младшая медицинская сестра. Среднемедицинский персонал, ну, соответственно, медсестры, естественно, имеют необходимый диплом, сертификат для работы в госучреждении. То есть обучены все 100%. Только медсестры наблюдают, врачи как-то вот, есть какой-то обход врачей? Обход, осмотр ежедневный. Но основная нагрузка, конечно, ложится на младший и средний медперсонал. Они непосредственно наблюдают за пациентом, контактируют с ним 24 часа в сутки. Мы сейчас с вами поговорили про новшество вашего учреждения. Какие еще платные услуги психоневрологический диспансер предоставляет жителям города? Ну, очень широкий спектр платных услуг предоставляет. Это медицинские осмотры, медицинские освидетельствования, в том числе и на получение оружия. Это приемы врачей-наркологов, психиатров, психотерапевтов. Прием психологов анонимно. Вывод из запойного состояния в условиях стационара. Так называемая кодировка, откапывание. Лаборатория наша исследует биологический материал различный, кровь, моча, волосы, ногти на наличие наркотических средств. Ну и, возможно, проведение платных судебно-психиатрических экспертиз. Такой большой перечень, да? Если вот вернуться к вашему новшеству, мы как-то пропустили этот момент, документы какие-то, какие медицинские справки, документы, какие должны предоставить родственники? Ну, во-первых, паспорт, во-вторых, мы просим по возможности предоставить амбулаторную карту терапевтическую. Чтобы видеть диагнозы болезни? Да, чтобы видеть диагнозы, схемы лечения. Ну, это, наверное, необходимое минимум. Каких-то специальных справок ходить, собирать по врачам? Нет, нет, абсолютно не надо. Лариса Васильевна, ведете ли вы в своем учреждении какую-то профилактическую работу, может быть, какие-то акции проводите? В психоневрологическом диспансере очень активно ведется профилактическая работа, в том числе и межведомственная, с отделом образования, с работниками полиции взаимодействуем. Работники ПНД принимают участие в работе межведомственных комиссий, например, это комиссия по делам несовершеннолетних. Организуют мероприятия к тематическим датам различным, например, Всемирный день психического здоровья, просто Всемирный день здоровья, Всемирный день отказа от курения, Всемирный день борьбы с наркотиками. В течение учебного года систематически, согласно установленного графика, специалисты выходят в школы, принимают участие в общешкольных родительских собраниях. Психологи также активно участвуют в этом виде профилактической работы. Я считаю, что на достаточно высоком уровне. На какой возраст в основном рассчитаны ваши профилактические мероприятия? Можно сказать, что вы охватываете, к примеру, молодежь? Активнее, конечно, занимаемся с молодежью. То есть профилактическая работа – это вклад в будущее. Но, в принципе, охвачены все возрастные группы. Но наиболее активная работа ведется с молодежью. Это школы и студенты, да? Да. Это средне-специальные уже учебные сведения. Мы с вами перечислили платные услуги, которые предоставляет учреждение. А какие государственные программы работают? Бесплатные какие услуги вы оказываете? Ну, согласно территориальной программе госгарантии, которая утверждена на 2018-2020 год, в ПНД можно получить бесплатную специализированную амбулаторную и стационарную помощь в рамках порядков и стандартов оказания психиатрической и наркологической помощи. То есть весь спектр, который утвержден на нашем городском уровне, человек может получить бесплатно. Все начинается с приема у врача-психиатра-нарколога-участкового. Вот. В стационар человека попадает либо по направлению участковых врачей, также можно по самообращению, ну, или доставляется каретой скорой помощи. Есть же, да, такой предрассудок, что если я один раз попаду к психиатру, то все, где-то там поставят какую-то отметку, и мне будут закрыты куда-то дороги. Стигматизация в отношении психиатрии в обществе очень высока. И, к сожалению, даже я сталкиваюсь с таким отношением к психиатрии не только со стороны обывателя, но и со стороны человека, имеющего медицинское образование. Во-первых, да, наблюдение, учет ведется, но учеты бывают разные. Есть, скажем так, наблюдение по обращаемости. У человека возникла проблема, он пришел, получил помощь, он решил свою проблему. Через некоторое время, если длительная обращаемость отсутствует, человек просто снимается с наблюдения. Есть тяжелые психические расстройства, где необходимо просто динамическое наблюдение в интересах самого пациента, в интересах его родственников, и в итоге в интересах, конечно, всего общества. То есть есть люди, страдающие тяжелыми психическими расстройствами, которые должны получать постоянное лечение. Ну, и для того, чтобы оно было адекватным, он, конечно, должен с определенной периодичностью осматриваться врачом-психиатром. Но если, к примеру, у человека, как вот он прочитал в интернете, похоже, у меня депрессия началась какая-то, вот ему надо, вот с депрессией куда? К психологу, к психотерапевту? И вот в этом случае тоже на учет уже какой-то ставится человек? Нет, ну, вообще нужно сказать, что для того, чтобы тебя поставили на учет, как у нас выражается, за редким исключением нужно согласие самого пациента. Но это, если он согласия не даст, это не значит, что он выпадет из поля зрения психиатрической или наркологической службы. Вот. То есть в таких каких-то легких случаях, вот когда действительно человек стал в устье, может быть, я не знаю, после какой-то тяжелой ситуации в жизни он не может... После тяжелого стресса, ну, так называемое реактивное состояние, расстройство адаптации, никаких серьезных каких-то последствий социальных для человека, обратившегося за помощью, нет. На работе не узнают? На работе не узнают в любом случае. Даже если это не расстройство адаптации. Как часто жители Ноябрьска вот именно с такой проблемой обращаются? И долго ли проходит процесс лечения? Достаточно часто. Процесс лечения проходит, как правило, амбулаторно или в условиях дневного стационара, с привлечением к работе психологов и психотерапевтов. Ну, я считаю, достаточно эффективно. Длительный процесс? Вот если, к примеру, вы говорите реактивный, да, вот какой-то стресс после какой-то тяжелой ситуации в жизни? Ну, вот по нашим порядкам, стандартам оказания помощи в среднем 30 дней. 30 дней? 30 дней, да. Это обязательно антидепрессанты? Далеко не всегда. Можно справиться. Просто тоже существует, да, вот какой-то страх у людей, что если вдруг антидепрессанты, то это все вот навсегда, и все будет плохо. Достаточно часто можно справиться легкими успокоительными препаратами, не обязательно антидепрессантами, так называемыми адаптогенами. Вот. Но обязательно в данном случае работа с психологом-психотерапевтом. Если вот все-таки разграничить психолог-психотерапевт, вот в чем разница вот этих двух специалистов? Когда все-таки стоит к психологу, можно, да, обойтись? Считается же, что психолог – это как-то вот легче в каких-то более таких простых ситуациях. А психотерапевта тоже сложнее? Или я неправильно понимаю? Правильнее было бы сначала обратиться к врачу, который сориентирует пациента по необходимому… Терапевту? Психиатру участковому, наркологу участковому, который сориентирует пациента на необходимый объем дальнейшей помощи, объяснит ему, почему вот это нужно, а вот это нельзя. Ну, а потом уже, соответственно, начинается работа. Разница между психологом и психотерапевтом в том, что один имеет медицинское образование, а второй нет, то бишь психолог. Но все психологи, которые работают у нас в штате, они имеют специализацию по медицинской психологии. В учреждении работает горячая линия и телефон доверия. Работает. Скажите, по каким вопросам можно к вам обращаться? Анонимны ли это обращения? И номера телефонов тоже, может быть, озвучите? Обращаться можно по любым вопросам, что касается оказания психиатрической, наркологической помощи в городе Ноябрьске. Обращение можно обратиться анонимно, можно представиться. В принципе, это обращение каких-то последствий для того, кто обратился, не несет. Ну и телефон горячей линии 34-61-85 и телефон доверия 45-03-02. По каким-либо организационным вопросам, в том числе по оказанию платных услуг, можно обратиться в регистратуру 34-65-67. Лариса Васильевна, что бы вы хотели сказать жителям нашего города? Ну вот то, что бояться все-таки приходить не стоит. Может быть, еще на что-то бы обратили внимание? Ну, я бы все-таки хотела убедить жителей при возникшей необходимости обращаться за помощью вовремя. Не запускать свое душевное состояние до какого-то крайнего варианта, когда действительно уже необходима стационарная помощь, круглосуточная стационарная помощь. Когда заболевание фактически уже сформировалось и требует более серьезного и длительного лечения. Не бояться врачей-психиатров, врачей-наркологов. Своевременное обращение, оно всегда, скажем так... Дает шанс, наверное, быстрее вернуться к нормальной жизни. Способствует быстрейшему выздоровлению. Бывают такие ситуации, да, что вот уже приходят к вам, когда она остыла раньше, вы видите, да, что надо было раньше начинать лечение. Да мы даже не то, что видим. Пациенты сами рассказывают, что вот у меня это началось 10 лет назад, но я боялся, думал, возьму себя в руки и само пройдет. А потом для того, чтобы прошло, уже требуются достаточно-таки серьезные усилия. Ну, если, к примеру, не затрагивать такие проблемы, да, как алкоголизм и наркомания, ну, которые вот там уже, да, вот как-то не может быть каких-то вопросов, когда обращаться. А вот, к примеру, депрессия, какие вот звоночки должен для себя человек знать, что вот он уже не справляется, все, надо уже как-то не бояться идти и обращаться. Вот что должно насторожить? Отсутствие чувства радости, достаточно длительное, нарушение ночного сна, тревога, снижение аппетита, ну, и снижение настроения. Очень такие распространенные, мне кажется, симптомы. Все эти симптомы, они должны сохраняться достаточно длительное время. Не неприходящие сегодня вот что-то расстроилось, погрустило, а завтра уже и вот хожу, и улыбаюсь. А все это должно сохраняться достаточно длительное время. Месяц-два? Месяц-два, да. Нужно уже обратить на это внимание. Очень часто тоже слышишь, что вот как-то вот среди знакомых проблемы со сном возникают. Что это может значить и как справиться, может быть? Ну, темп жизни нашей, он сейчас такой бешеный. Действительно, вы тоже подтверждаете, да, что вот бессонница какая-то вот сейчас популярная. Ну, во-первых, нужно соблюдать так называемую гигиену сна. Это никаких компьютерных игр, просмотров... Смартфонов. С сериалов, да, перед сном. То есть проветрить комнату, погулять, успокоиться. И настроиться, в общем-то, на этот сон. Вот. Можно какие-то растительные средства использовать. Ну, если это не помогает, то проблема уже более серьезная. Вам, парайте к вам. Было обратиться к специалисту. Ну, вот вы говорите, не просматривать. Многие же, да, ложатся в кровать, и как раз-таки самое время почитать, что там в мире происходит в своем там планшете или телефоне. За сколько вот надо все-таки выключать? Час? Хотя бы час, а лучше два. Лариса Васильевна, спасибо вам за интересную беседу. Я думаю, что много полезного для себя жители вынесут из нашего разговора. Наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Продолжение следует...